привет всем у меня новые орхидеи я давно очень давно искала два фаленопсиса вернее один очень давно а один не очень давно но все-таки искала и совершенно не надеялась купить их в канаде нигде просто вот но нигде и таких фаленопсисов у нас не продают и вдруг я загуглила название одного из фаленопсисов буквально позавчера загуглила и мне выпало совершенно новое нерсери которая совершенно недавно появилась в торонто прямо в самом центре торонто а вот такое название у этого нерсери авеню это авеню в самом центре торонто и вот такой вот нерсери у нас открылась и оказалось что они продают именно очень редкие орхидеи которые купить в канаде практически невозможно и вот я как раз сейчас я еще туда не заглядывала и так первый фаленопсис я так понимаю что это кросс стабортианы до кросс стабортиана на фаленопсис амобилис ауре ауре а значит желтый насколько я знаю так вот так вот все хорошо запечатано они с голыми корнями с голыми корнями и вот такой вот фаленопсис но у него не очень хороший тургор центральный лист не очень вырос были цветоносы вот здесь вот видно цветонос сейчас мы его достанем я еще конечно естественно поскольку я их не смотрел я их еще и не тестировала я буду их тестировать сейчас он посмотри о корни прекрасные корни чудесные просто фантастические корни там все в порядке просто замечательно все с корнями с шейкой все хорошо вот смотрите сколько сколько у него корней прекрасных есть что тестировать все замечательно листья резать не буду отрежу какой-нибудь кончику корешочка даже корней здесь полно и буду тестировать на вирусы а так все в порядке с этим фаленопсисом но видно он пережил какую-то драму этот тип фаленопсис потому что центральный лист вырос маленький он был в стрессе явно поэтому его нужно конечно будет очень очень аккуратно посадить я буду использовать этот же мох они мне завернули его в совершенно свежий мох сфагнум в очень хорошего качества я использую этот же сфагнум и я его посажу в свагнум и кору с этим фаленопсисом все понятно сейчас я отключусь поменяю перчатки и мы посмотрим на другой фаленопсис и так 2 фаленопсис мини марк сейчас мы тоже его достанем так вот мини марк фаленопсис мини марк крайне редкий в наших краях сейчас тоже я его достану посмотрю что у него с корневой так тоже есть корни но не такие хорошие корни плохие а ей с корнями не очень хорошо мини марка не очень хорошо но они есть их просто мало не очень хорошо этот фаленопсис требует конечно очень такого внимательного отношения вот такой вот фаленопсис он совсем маленький вот совсем маленький я бы хотела спросить всех у кого есть такой фаленопсис мини марк как вы думаете сколько ему до цветения мне сказали год до цветения но я думаю что два я думаю но вообще-то миниатюрный фаленопсис поэтому я не знаю сколько ему до цветения и меня предупредили что она в общем-то капризный но с шейкой у него все в порядке и я надеюсь что она здесь есть конечно много гнилых корней а я надеюсь что получится надеюсь ну вообще конечно это маленькое растение совсем маленькая и выберем вы бы меня очень ругали если бы узнали сколько я за это заплатила вот очень бы ругали ну ладно редкие растения само по себе это означает что мы должны быть готовы платить если это редкин действительно в канаде вот этих вот фаленопсисов найти невозможно ну что же вот с этим фаленопсисом конечно у меня есть некоторые сомнения нужно будет корни наращивать тоже он будет в мох посажен в этот же мох который мне его отдали в этот же мох и плюс кора я посажу эти раз я протестирую эти растения если с ними все в порядке я их посажу и покажу я их через месяц недели три-четыре месяц как-то так сегодня у нас 7 сентября значит я покажу их в начале октября и так как же адаптировались эти два гибридных фаленопсиса это стая бортиана на амобилис а может быть амобилис на стабортиану мы сейчас посмотрим и мини-марк фаленопсис мини-марк ну что с мини-марком давайте посмотрим на мини-марк мини-марк отсушил два листика нижних а дал очень много корней вот здесь на поверхности у него много корней вот у него такие вот корешочки торчат и у него пошел новый лист вот видно как он развивается он такой загорелый у меня на хорошем стоит освещение и у него много корешочков здесь пошло в общем он наращивает корни и новый листик не могу сказать что он быстрый кстати обещала показать я их через три-четыре недели то есть где-то в начале октября не получилось начале октября вы показала показываю только вот в начале декабря здесь очень много корней вот у этого фаленопсиса давайте еще раз посмотрим да это стабортиана на мобилис много очень корней нарастил в горшочке очень много вот здесь вот прям везде везде горшочки корни и очень много корней вот здесь наросло на поверхности и есть у шейки у шейки корни там растут тоже корни в общем достаточно неплохой старт единственное что меня смущает что он вырастил сразу два маленьких листика и остановил их вот такие вот адаптационные листики и у него при этом начали отодвигаться листики от шейки нижние листики я боюсь как бы он не зацвел лучше бы он подрос чем он собирается вот цвести для меня лучше бы он процвет не процвет а именно подрос ну вот видите что много-много корней у него здесь горшочки в общем все все неплохо навсегда не так как мы хотим я вот хочу чтобы подрос и вырастил хороший большой лист но он решил вот корней надавать им нет такое впечатление что он вот-вот и покажет цветонос вот так развиваются эти два гибридных фаленопсиса который я так хотела приобрести ну в общем то все неплохо надеюсь что следующем году они зацветут всего вам доброго здоровья вам вашим растениям конечно же вашим близким приятных вам предновогодних хлопот